Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 422. События дня. Евангелие от Матфея, 19.8. А сначала не было так. За 6 февраля 2017 года. Вопросы я ставлю, потому что люди нападают. Ну, люди каких-то. Людьми-то назвать боязно даже. Как будто бы звери какие. Узнают где. Фамилия, имя. Заряжают, находят. И начинают их поносить всякое. Как бы обращать, отвращать от меня. Ну, натолкнулись на таких, как там Марьясова, на Соболя. Получили по зубам, отошли. Теперь я их открыто печатаю. А эти люди просто только что пришли. Пишет. Интересно, столкнулась с ситуацией. Женщина по рождению дали имя Регина. А когда я крестили, то дали имя Рима. Такое вот сейчас. Игнатий Лапкин. Рима мужское имя. Ответ. Ну, вот с ним крестят. Лично документ видела. А дочь была Диана. Покрестили, как Дарья. Игнатий Лапкин. Можно так и нашего шарика в пьяном виде крестить под полкана. Какая разница-то? Они не знают. Заверни, он не видит никого. А подруга мою вспомнила. Она из Ульяновска. Была Инесса. Покрестили, как Инна. Вот сейчас в монастыре где-то. Игнатий Лапкин. Это тоже мужское имя. И никогда и никто крестить женщину под именем мужчины сознательно и здравом уме не должен. Кавычки открыты. Другие, пренебрегающие заботами о вечном, безумец. Другие стараются тело, которое скоро превратится в прах, лечить и хранить целым. Но бессмертной душе не родят. Не хотят знать ее немощи и исцелять их словом Божиим. Другие, но и замышляют и делают. Но о том, что одно только нужно. По учению Христову Лука 10, 41. Не заботятся. Все они и подобные поступают, как тот, кто хранил бы полушку в сундуке, но не родил, а тысячи пчервонцев. Или тот, кто не родил бы о горящем доме и имуществе, а выносил бы из него мусор, чтобы не сгорел. То есть дом горит, а он выметает мусор и выносит. Мне рассказывает один, говорит, это загорелось когда. Но это же переживание огромное-то. Мама забежала, схватила, говорит, плиту с печки-то, чтобы не сгорела плита, и вытащила на улицу, а больше ничего не вынесла. Плиту чугунную. Человек не соображает в это время. Но ты-то думаешь, почему мусор выносишь. Или тот, который тонет в воде, но не заботясь о себе, старается сохранить свои вещи. Ну какие вещи там? У тебя был мешок, золото. Но если ты не бросишь, ты на дне будешь. Теперь уже разговора нет, надо все сбрасывать. Если бы кто подобное увидел, непременно посмеялся бы безумие таких людей. Ибо нужно беречь то, что нужнее и лучше, а не то, что хуже. Так смеха или скорее сожаления достойны те люди, которые заботятся о временной и скоро погибающей пользе. Но не заботятся о вечном спасении души, которой одно только нужно. Святитель Тихон Задонский. Вот и все. Что главное? Ты главное делай-то. А не о пустяках заботься-то. В древности, в наши дни пьянство определяется мыслящим человечеством, как угубительная страсть и безусловное зло. Современная медицина причисляет алкоголист к болезни. Однако болезни, поддающиеся излечению, они безнадежны. По своей сути, пьянство есть один из видов токсикомании. То есть болезненного пристрастия к одурманивающему средству, в данном числе этиловому спирту. Случай. 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 Святые отцы и христианские подвижники и благочестия единодушно высказывались против пьянства. Причем видели тесную взаимосвязь этого человеческого порока с демоническими влияниями. Понимаете как? Так а при чем тут демон? Я бутылку взял, выпиваю с товарищем. Демон. Вот считаем мы, если не ошибаюсь, 5 мая, житие святой Ирины. Когда она обратилась, он кричал, я друг пьянисом, дьявол кричит. Кавычки открыты, прямая речь его. Друг пьянисом. Вот и все. Так при чем тут дьявол? Тут все бесы какие-то, бесы, вас самих бес. Ну, ты ничего не знаешь. А бес говорит, самая большая моя победа, я доказал, что меня нету. И все, поэтому бороться не с кем. Дьявол никого так не любит, как пьяниц, потому что никто так не исполняет его злой волей, как пьяница. Иоанн Златоуст. О, какое ослепление, какое безумство, какой обман душегубца дьявола, святитель Тихон Задонский. Возможно, в наши дни некоторые скептически отнесутся к высказываниям, касающимся демонического соучастия в падении людей, связавших свою судьбу с пьянством. То есть, а при чем тут пьяница? Просто это сатана. Я люблю выпить, и мы поговорили, посидели, и вот, сатана, сатана, везде у вас сатана, помешались на сатане. А как Валанн говорит, и Бога нет, нет, и дьявола нету, нету, ну, ничего нету, а сам дьявол и стоит рядом. Здорово. Так, однако есть весьма веские причины, позволяющие говорить именно о реальной силе и реальном потустороннем пагубном воздействии, а не только лишь об аллегории. То есть, где ложь, там дьявол. Это не просто так, а дьявол залез внутрь человека, вошел в уста. Недаром многие пьяницы откровенно указывают, что ощущают какую-то чужеродную волю, преобладающую над их собственными стремлениями освободиться от пристрастия к зелью. Ну, Высоцкий Владимир Семенович пытался освободиться, но все время видел щертиков. Видел, а как это видно? Мужик идет, выпил, поет, догоняет лошади тройка. Садись, Семен! Я, говорит, сел, ну а как, на развальнях вот так, в кашовке, ногу в сторону откинул, говорит, и они едут. А матерятся как? И едем, и, говорю, долго едут, так что-то. По нашей улице поехали, и конца нет. Я говорю, господи, да где конец-то? Ничего нигде нету. Сижу, говорит, на снегу, на бугре, говорит, нога в сторону откинута, и никого нету. Но нету, говорит, небо звездное, все рассказывает. Но хорошо, что пурги не было, пропал бы я. И вижу огонек, пошел на нему, тут лесок небольшой прошел, огонек горит, ну только бы не погасили. Лох, я, говорит, через него перешел, подхожу, батюшкин дом. Постучался, ну а дальше начал говорить, да я теперь боюсь как огня, вот что сделано было. Сатана! Да ты же не верил в сатану, есть. Теперь я верю, что Бог есть. Вот и все. Сижу и ногу откинул. А другой, говорит, он мне, говорит, говорит, святы жене надо подарить-то, и меня за святами посылает. Я залез, говорит, чувствую, дышать трудно-то. Господи, да как тяжело. Ты сказал, Господи, ничего нету. Я, говорит, в болоте сижу и воду пью из болота, а все выпить-то не могу. Я кое-как выбрался домой. Ну есть дьявол, так он меня туда и загнал. А эти, которые ехали на конях-то, так не одни. Ты, братва все веселые, кучерявые такие, с нами поехал. Ну я думаю, вот это навстретил я, хорошие попутчики. До дома довезут. Они тебя довезут. Ты только слушай их. Они твой горизонт судят до одного сантиметра. Дальше. Что же это за могущественная воля, направляющая и поддерживающая устремление человека к погибели? Ответ, думается, понятен. А всмотритесь в облик пьяницы. Какой разительный контраст с боголепными ликами праведников. А те ужасные формы видений, которые медицина трактует как алкогольные, делириозные галлюцинации. И какие слова напустили. Делири. А он демон. Дев представили. А дальше остальное. Две буквы и дев все-таки поставил. Демон. Есть ли они проявления того гнусного мира, что завладел душой упивающегося? И посылает дьявол бесов, говоря, идите, поучайте, христиан, пьянству и всякому делу моего хотения. Преподозненному Феодосию Печерский. Основатель русского монашества. Пьянство, плотская любовь, ревность и бесы равны между собою. Ну-ка, давай еще раз прочитаем. Пьянство, плотская любовь, то это измена жены, ревность и бесы, это равны между собою. Кто говорит? Святой Григорий Богослов. Еще. Где пьянство, там дьявол, там сквернословие и там демоны ликуют. Святой Дмитрий Досковский. Ну как он где демоны, ну ладно, там сквернословие, правильно. Ну демоны, то при чем тут демоны-то? Товарищи сидят. Ну пришли. Ну мы не просто так обмывали. Бабка ребенка вносила на крещение. И мы заранее пиво наварили, говорит, ну вот все дьявол, да дьявол, прямо разговаривает с вами не о чем. Ну ты-то понимаешь это? Давай. Это вы меня спрашивали? Да я спрашиваю ни у кого. А святой Иоанн Кронштадтский вполне определенно говорит о сопутствующей пьянству демонической сущности, которую именуем как беса пьянства. Вот Ирину теперь святую вспомнишь. Я друг всем пьяницам, всем развратникам. Дальше. С пресвящением и пьянством враг бесплотный входит в сердце человека. Вот он где. Да какое? У меня алкогольное тут, надо утром опохмелиться. Дьявол сидит в сердце уже. Это каждый внимательный может ощущать. Вот причины, почему с возрастающим пьянством усиливается, когда так страшно, наклонность к пьянству от того, что возрастает сила врага на человека. Отчего заметно у пьяницы такая сила, влекущая их невольно к удовлетворению страсти или внутреннего стремления к вину? У этих несчастных враг в сердце. Понимаешь ты? И возлюбивший ложь, пьяница, он обязательно будет искать таких же... Это не только в пьяницу относится. Обязательно. А кто меня поддерживает? А я не один. Но дьявол, он везде делает, он синхронный. Грех монотонен. И выборочное зло не бывает. А я не в этом только. Обязательно. Блудник найдет блудника. Пьяница пьяница. Вор воров. И поэтому собирается уже организованная преступность. Вполне очевидно, что пьяница вольно или невольно выполняет чужую прихоть. Услаждает в нее наведенную... А то почему ничего? Вот это написано. Чем же изгнать бес о пьянстве? Чем же изгнать бес о пьянстве? Молитвой, постом... Ты почему посчитал-то это? Самое главное. Тоже бес что-то нас мучает здесь. Вполне очевидно, что пьяница вольно или невольно выполняет чужую прихоть. Услаждает наведенную страсть. Потворствует желанием паразитирующего существа или существ. То есть один демон или несколько? Только один вопрос стоит. Не осознавая того, их собственная воля... Так, а не осознавая того, точка. Точка, да. Их собственная воля как бы теряет целостность. Распадаясь на несколько частей, при этом ослабевает и становится неспособной управлять поступками и противостоять искушениям. А он все думает, как выпить. Один того... Так, есть такая система. Шичко называется. Все записывает, свои впечатления. И он, правда, начал... Его уже не так тянет. И он проходит мимо товарища. Валера, заходи, а выпивает, с работы идет. Он прошел мимо. Да некогда, я домой, там надо лампочку ставить или что-то еще. Прошел домой и стал записывать. Какой я мужественный, прошел мимо товарища. Надо это отметить. Вернулся назад за то, что я такой крепкий, такой мужественный. Выпью сегодня немножко. Причина сено будет найдена. Мы котел обмывали, я рассказывал случай это. Проснулся, а под боком лежит другая света. А женой-то хорошие были. Я первый раз его вижу в отделе по земельному, в Мамонтовском районе. И он у меня плачет, стоит. Ему лет 25. Высокий, русский такой. Что я наделал? Я говорю, ну и что ты делал? Да что, прибежал домой, говорит, сразу утром-то упал ноги к жене. Наташа, прости, да я как? Ну и как? Ну, говорит, прости, я по глазам-то вижу, как она страдает. Что я наделал? Но тебе уже никто не поможет. Ты только молись. Молись, чтобы как-то она забыла тебе это. Я ее люблю, она меня любит. И котел обмывали. А я говорю, что он дырявый был, вы умыли-то? Да нет, это... А что дальше-то это? Котел, он и так в воде, я говорю, будет. А как вы обмывали-то? Сверху протирали. Да нет, вы не понимаете, это... А что дальше-то это? Чем обмывали-то? Водкой? Водку туда не лили. А что ж было? Не знаю. Ну как обмывали-то? Обмывали покойника, понятно. Ну как обмывали котел-то, банный котел? Никак. Все это сатана. Давай. Рассматривая пьянство как погибельное зло, святые отцы облечали этот порог. Святитель Иоанн Златоус считал пьянство столь мерзким явлением, что людей, упивающихся вином, оставил ниже животных. Никакое животное не ест и не пьет более того, сколько нужно. И ничего не может его принудить есть или пить более, чем сколько требует его природа. А пьяница и без принуждения все больше и больше наполняет свое чрево, пока не повредит сам себе. Пьянство есть добровольное неистовство, считал святитель. Извращение мыслей. Пьянство есть несчастье, достойное смеха. Болезнь, достойное смеяние. Произвольное беснование, которое хуже ум помешательства. И так умоляю... Добровольное что? Беснование. Он бедство запустил. И не только в этом. Ложь. Ложь сама по себе не бывает. Там дьявол засел. И так умоляю, взывал святой. Не заражайтесь пьянственной болезнью. Тем же, кто уже заразился, помогайте выйти из беды. Как дым прогоняет пчел, так пьянство удаляет духовное дарование, увещевал святой Василий Великий. Кто любит упиваться, тот устратит многое. Предупреждал святой Ефрем Сирин. Русские подвижники христианства решительно выступали против спаивания народа. А царь, батюшка гнал и гнал. Водку продавали. А как? Государственная. А такая нельзя. Боярышник отравит. Но от этого попозже маленько, но все равно отрава. Еродивый Василий Блаженный ходил по корчмам, съестным и пятийным домам, и увещевал упивающихся. Святитель Митрофан Воронежский признавал прихожан оставить языческие непристойные торжества, сопровождающиеся благанным шумным весельем, буйством и пьяными игрищами. Величайшим бедствием считал пристрастие к вину святой праведный Иоанн Кронштадтский. В одной из своих проповедей он говорил, «Не достанет силы оплакать несчастье в дом-доме, где заведется пьяница. Ад! Истый ад делается в нем. Каждый день слезы, стоны. Пьяница всякий день пьянствует и все тащит из дому, чтобы пропить. О, ужасная страсть! Ужасное бешенство!» Причину возникновения пьянства отец Иоанн видел в следующем. Отчего происходит жажда к вину? Оттого, что христиане не имеют спасительной жажды божественной благодати. Жажда своего спасения прогнала бы всякую жажду вина и вообще чувственных удовольствий. И еще по этому поводу. Входит в рак без пьянства, примечание автора, от того, что люди и предаются плотскому образу жизни, чревоугодливости и не молятся, писал святой. Как дьявол склоняет человека ко всяким грехам, он заседает в сердце и оттоле требует удовлетворения всем похотям плоти, похоти очей и гордости житей. Это уже не о пьянстве говорится, везде, это везде. Но самое главное, в чем он проявляется, это человекоубийство и ложь. Ложь, ложь. Самое маленькое, уже дьявол, уже дьявол залез в рот. А я не знал, что это неправда, не имеет значения. Молись, и Бог откроет глаза, как же Бог не просветит. Обязательно. 1 Иоанна 2,16 Так у сластолюбивого пьяницы он сидит в сердце и требует вкусной пищи и вина. У пристрастного к дорогим и нарядным одеждам, к богатой домашней обстановке, сидит в сердце и требует нарядов и блестящей домашней обстановки. Она нас нападает, да вы хоть подметите, у нас соринку на полу поднимаем. Дальше. У любящего общественное удовольствие он сидит в сердце и возбуждает тоску сердечную. Везде, сидит в сердце. По любому пороку сидит в сердце. Но ни один же человек это не видел. А это на невидимом уровне. Вот перечисляет. Нарядов требует в сердце. Выпивка в сердце. Удовольствие в сердце. Кто? Сатана. Словом? Словом он всячески на всех действует. Он в ворах жаждет прибыли. В убийцах крови человеческой. В лжецах лжи. В неверах он богохульствует. Благочестивых запинает сомнениями. Ко всем приспособляясь во всех действует. Сообразно с греховными привычками. Расположениями и страстями каждого. Чтобы как-нибудь кого поглотить. 1 Петра 5.8. Святой Ян Кронштадтский. Доказать ничего нельзя. Если он человека запустил, то никак. Тут как слезное покаяние после молитвы могут изгнать. Ну и просить надо, чтобы молились. А не так, что если пьянство, я к соседу пойду, там надо взять. Да пошел-то выпить. Пришел оттуда, уже налакался. Уже на карачках ползет. И в любом деле. А так во лжи затвердел человек. И по интернету только эту блевотину ищет. Не знает еще ни канонов на изученных. Зачем тебе это надо? Я сколько раз уже тут говорил. Ну я в интернете считал. Да интернет это помойка. И там мало-мало где такое встречается, чтобы что-то взять полезное. Владислав Ковачев. Возникает простой вопрос, который задал Игнатий Тихонович. Если земля плоский диск, то почему в одной стране день, а в другой ночь одновременно? Ведь лампа над столом освещает всю его поверхность, а не половину. Ну то доказано-то что надо? Если плоская, а если земля не шар, то понятно. Если шар, то понятно, она закрывает от солнца, там ночь. Постепенно, не сразу, а свет идет туда. И даже вот это сумерки-то, если земля плоская, никак нельзя объяснить. Плоская она все, а солнце высоко одновременно освещает. Потом солнце погасло, или как-то, отчего нет, ночь-то даже тоже не объяснена. Вообще никак не объяснить нельзя. И что? На вопрос с кораблем и мачтой тоже нет ответа. Тоже нет. Задаешь, ну как так? Ответ приходит. У меня радостный день вчера был. У меня один человек вот этой мерзостью увлечен был ложью-то. И наконец Бог ему начал открывать помаленьку. Что такое горизонт? Читаем дальше. Потому что доказывать тут нечего. Нечего. Почему не молчать? Да нечего доказывать. Чего не коснись. Миражи и масоны. Вот и весь ответ. Миражи и масоны. Везде масоны виноваты. Дальше. Смех один. Кстати, один православный священник, Федор Конюхов, совершил несколько кругосветных путешествий. Я общался с ним лично, поэтому знаю точно, что он с края света не упал. То есть он живой был, вернулся и не упал за край. Если край света плоский, обязательно край где-то. А шар нигде нету ничего. И что интересно по этой теме, я потом вернусь, сейчас все досчитаем. Кто-то пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Меня зовут Алексей Васильев. Хочется узнать ваше мнение о тождественности императора Александра Первого и Тобольского старца Федора Кузьмича. Ваше мнение очень важно для меня. С уважением, Алексей. Я не могу понять. Александр Первый, это когда уже все это было? Это Александр Павлович. А почему он ушел? Потому что он, когда хотели от власти отрешить, император российский Павел сделался масоном. И его уведомили эти убийцы-то. И он колебался, конечно. Но будет там мать или его жена. Но он согласился. Но что убить, они не говорили. Но он себя считал виновным. И поэтому он решил уйти. Сделали, как будто заболел там в Таганроге, где он был. Привезли, гроб не открывали тут уже. А там было другое. Когда после-то стали смотреть. А там совершенно какие-то два черепа лежат вроде бы. И что? Ну и оказывается он не умер. Теперь-то говорят. А теперь вот в Томске там появился такой-то старец. И он похож на него. И к нему особо царские приезжали. Но это уже факт, что приезжали. А зачем бы к обыкновенному нищему-то приезжали-то? Ну тоже непонятно. Ну опять написано это, я тоже не знаю. И на этот ответ не могу никакой дать. Мне разницы нет. Ну был он святой, значит святой. Ну хороший он человек был. И кто он такой был? Федор Кузьмищ. Да во-первых, если он принял только монашество, тогда он и не Кузьмищ был. Принимается имя только, но не отчество. Отчество изменить нельзя. Значит и неправда была. Уже малая неправда. Приезжали особо царские. Зачем? Вот это мне самый большой вопрос. Если он обыкновенный, а его взяли как за бродягу, без документов, его привезли и в монастырь отдали. Он захотел. Что? Нет моего мнения. Я считаю это безразличный вопрос. К спасению никаким Богом не относится. А я знаю для чего спрашивать. Его канонизировать, и чтобы можно было поклоняться. Вам Матроны мало одной? Ксении Петербургской. А вернее сказать, это уж я в насмешку говорю, Христа мало. Молись Богу, дорогой Алексей Васильев. Не надо это и знать даже. Зачем? Мнения есть такие и такие разные, что это так. Кто пишет? Дальше. Николай Астахов. Семь минут назад. Дальше. Головин говорил о том, что копты в Египте делают татуировки святых, чтобы не отречься от Христа. А я сказал, что татуировки запрещены Богом. По левитам книги. А вот там, я не знаю, отец Владимир говорил или нет. Я отвечаю, это не ему. Их там активно уничтожают за вероисповедание. Наколов татуировку, они отрезают себе возможность отречься в последний момент. Если возьмут меня... Они себе крест делают, на пальце где-то я видел, где-то так. Ну, изображение святых написано. Изображение святых накалывают. Ну, не знаю я про это. Не видел, не могу сказать. Только знаю одно, что наколки делать нельзя. Это абсолютно точно. Почему? Слово Божие говорит. И если говорят и оправдывают это, те и другие не правы. И поэтому я привожу несколько мест из Святой Библии. Считаем. Солом 118, 113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Вот она. Вот здесь вот ищите. Это трехтомник у нас вышел. Нового Завета с толкованием, с иллюстрациями Густаво Доре и с комментариями. Это у меня эпиграфом взято на сайте. Еще. Второй. Коринфянам 10, 5. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушание Христу. Пленяем. А это мы размазываем. Ну, ладно. Чтобы не было назад отступление. То есть отняло с себя волю. А почему? Зачем? Вольтер, один из самых страшных атеистов, безбожников, он при жизни сделал завещание. Если я буду умирать и буду просить священников, не приглашайте, я их ненавижу, терпеть не могу. И все это сказал. Я верю, Бога никакого нет. Но если я буду крещать, умолять, не верьте мне, завещание сделал. Я сейчас не могу точно сказать, как звали монахиню, которая ухаживала. Ну, сестра милосердия. Но доктор Тарашин был, говорит. И он говорит, если... Ну, я у одного человека был, когда он умирает-то. Если умирает христианин, это тихая гладь озера, море. И умирает вот такой, как Вольтер, это бурное море, которое буквально все выбрасывает ил и грязь. А эта монахиня, которая ухаживала за ним, ее в следующий раз стали посылать. Она говорит, а он верующий, не верующий? И ей ответили, ты сестра милосердия, тебе сестра разницы нет. Она говорит, нет, я никогда не пойду. Я была у Адра, умирающего Вольтера. Он дьявола видел, бесов, как душу тащат, как он кричал, вызвайте священника. А ему, который с ним рядом, как чертов у Льва Толстого показывал, ты вот написал. Мы не имеем права делать завещание. Его хоронить не дают. Его посадили в кибитку мертвую и возили по Франции и не знали где. Его нигде не принимают похоронить, даже земля не принимают. Надо в Мавзолее было там квасить в ваннах. Это не игра какая-то. И дальше. Иса 55, 7. Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да, поратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Оставьте все эти разговоры, что наколка, да того, зачем отрезать себе путь? Еще неизвестно. Ты будешь кричать, тебя казнят, я не верю во Христа, как раз на посмеяние этого. Епископ Милетий, это учитель, учитель Иоанна Златоуста, его епископ, его отец. Однажды видит, Семен Столпник стоит, и цепь у него, и он себя приковал, как вот в фильме «Кукушка», там снайперов приковывали, фильмы, ну провинившихся там. И они должны были стрелять, деваться некуда. Он стоял, долго смотрел и говорит, а я считаю, что цепь не нужна. А он боится, что епископ. А почему? Волею надо приковывать себя, не волею, не то, что сам написать. Волею. Правильно. Он-то оторвался, бросил и пошел. Вот так. Волею свою. Даже если они делают что-то мало, остается в силе, не делай никаких надписей. Не делай. И не надо ничего объяснять. Дальше. Солом 118-103. Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим. Сладки. Никогда не слыхал. Сладки. Ну пусть сладки будут. Ну ты Францию поедешь, наверное. Может это знамение какое? Ручку. Давай. Дальше. Бери только карандаш. Я берегу каждую букву писать в ручке. Так. 118-97. Как люблю я закон твой, весь день размышляя о нем. Это мне Тимофей Ха помог. Дальше. Солом 93-11. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. А правдовать не надо. Это все суета и сует. Один говорит, а ей и ее. Я говорю, ну зачем же е-то? Когда е? А какая разница? Ну я говорю, суета-сует. А если е? Суета-сует. Ну разве что е? Сует или сует? Никак. Надо знать, где е подставить. Еж. Я говорю, как? Ежик. А ты считаешь, как? Е нельзя священник сказал считать. Ежик. Ну и еще такой ежик. Ну глупости же. У старообрядцев ударение только на предлог. И я говорю, надейся на Бога. Неправильно говорить. Я говорю, а как? Надейся на Бога. На Бога. Киборга, может быть, тебе еще надо какого? На Бога. И так считается во всех молитвах. Ну можно маленько приспособиться к русской орфографии-то. Дальше. Галатам 1.8. Ну если бы даже мы или ангел с неба стал благовестовать вам не то, то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Вот за эти кресты, за изображение, что на тебе накалываешь. Анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть я принимаю анафему и иду, чтобы не отречься. Да ты уже отрекаешься от Слова Божия. Притча 35. Всякое слово Бога чисто. Он счит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом. А он обличить все равно больше лжецом. Показать наши ресурсы. Это мой мир. Мой мир я переношу. Вот сейчас последнее что? Проповедь читает Анна Золотоводцев. Сейчас посмотрю, что еще перенеслось сегодня. Занятия перенеслись. Вот. Новый Завет, вот он лежит, глядит. И там как отпечатался. А это что? События дня. Третье. Вот ты сидишь. Это... Ну то, что мы начитываем. Толкование. Четыре. Вот все, пока разговариваем, уже все перенеслось. Какая чудная система. Вот. Ну это можно даже теперь это и закрыть, которое я говорю. Ну и дальше у нас есть очень большой... Тут надо показать. Форум. Что-то не открывают. Интересно, то ли отключили или еще. Непонятно. Новое сообщение не открывают. Вот тебе на. Ну ладно, понятно. Это наш форум, смотрите. Бывает иногда тут. У нас от телефона идет. И очень большой у нас православный видеоканал. Я точно не знаю сколько, но шесть с половиной тысяч наших роликов. Не чужих. Наших. Поэтому у нас меняют, братья, голыми руками можно. Представьте сколько. Там сорок одна книга. Шесть с половиной тысяч роликов. То есть все равно где-то что-то скажешь, с кем-то не сходится. А теперь монтируют, отрезают. То есть на мне очень большие силы сатаны задействованы. Очень большие. Отдельно создают каналы, даже посвященные моим, ну вот этим, ролики их называют. Я не знаю, что они ролики. Ролики и коньки. Ну так уж говорят. Дальше. Во свете Библии. Вот читай, какой у меня здесь. Это наш сайт. Очень большой. Вот тут нажать на православный форум выйдешь. Вот здесь нажать. Сразу выйдешь на видеоканал. Ну потом мы вернемся к нему. Что-то. Какой эпиграф? Значит, вымыслы. Человечески ненавижу, закон твой люблю. Вот, а второй? Слово 118. Слово твое светильник на гемой и свет стези моей. Ну ты все, туда и смотри. Там запрещается все остальное делать. И то, что-то тут надо посмотреть. Вот непонятно, что это. А, это слово горизонт я стал. Дело в общем. Один человек у нас тоже увлечен был этим, что земля плоская. Ну и, ну что, молимся только. Я просто молюсь об изгнании лживо демона. Больше никак. Для меня это как день ясно. Человек не пободрослал где-то, несчастье случилось. Но вчера он мне вот такую бумагу прислал. Нарисовал. Это вот горизонт. Горизонт у него получился. Ну тут все так это. Вот где-то, чтобы увидеть через горизонт. Это надо поднять человека повыше. Он не может так подняться. Мы сейчас увидим, почему. Тут все-таки горизонт. Вот эти данные. Тебе придется сейчас посчитать. Считай. Горизонт древнегреческий. Ликибедия. Буквально ограничивающий. Тире. Граница неба с земной или водной поверхностью. По другому определению в понятие включает также видимую часть этой поверхности. Различает горизонт видимый и горизонт истинный. Угол между плоскостью истинного горизонта и направлением на видимый горизонт называют наклонением горизонта. Ну и дальше вот тут. Направо, если можно показать земной шар и как, откуда, что видно. Ну и дальше все это. Видимый горизонт. Что такое видимый? Просчитай. Называет и линию, по которой небо кажется граничащим с поверхностью земли. И пространство неба над этой границей. И видимую наблюдателем поверхность земли. И все видимое вокруг наблюдателя пространство. До конечных пределов его. Ну что интересно. Какие пределы? Вот оно показывает. Вот эту таблицу очень интересно. Это что это? Высота над поверхностью земли. То есть у меня метр семьдесят два. Ну тут метр семьдесят пять. Рост. Тогда что расстояние до горизонта? Для него четыре сел и семьдесятых километра на море. Дальше уже горизонт. Горизонт. Четыре километра всего. Где? Стоя на земле. Пример. Место наблюдения. За это я ручаюсь. Вот у нас до этого видно было горизонт. И радуга если где. Показывает особенно радуга хорошо. Дальше. Двадцать пять метров. Если двадцать пять метров подняться кверху. Ну на каком-то этаже. Дальше что? Девятиэтажный дом. Вот на сколько горизонт? Семнадцать целых девять десятых километров. Абсолютно точно. До метра. Вымерено. Уже тут опытов прошел. Где-то не один. Еще. Если на пятьдесят метров подать. Двадцать пять целых три десятых километра. Это что? Колесо обозрения. Какое колесо обозрения я не знаю. Что колесо обозрения. Что он вознащает. Просто не знаю. Не встречал. Дальше. Ну да. У нас воздушный шар. Надо отсюда смотреть. С воздушный шар поднимается на сколько? 150 метров. О, 150 метров. Тогда горизонт? 43 целых восемьдесятых километров. Ну вот. А если гора? 159 целых восемьдесятых километра. Вот как... Сколько здесь гора? Два километра. Что это два километра? Это высота горы И тогда у него горизонт на 100 километров видно Горизонт где сходится Да, там же написано Гора 2 километра, 159 километров горизонт виден Да, да, да Так, самолет Самолет на какую высоту поднялся? 10 километров Горизонт? 357,3 километра написано Вот с самолета видно, где горизонт Где уже скрывается все на горизонте И наконец космический корабль На какую высоту? Над землей летает 350 километров написано Вот, 350 километров Когда летит космический корабль Тогда горизонт какой? 2114 километров Вот тогда горизонт далеко Вот это тогда исполнится Вот это нарисовано где? Он должен быть в космическом корабле А космический корабль-то как раз и не признает Кто не признает, что Земля шар-то И по неволе пришли к этому Я считаю, это уже первая пробивка Все-таки горизонт далек И вот что он видит? Никак человек не может видеть Он его поднял фактически Далеко видит, где корабль Он должен залететь сначала в космос Я косвенно как бы Ну, утешаю себя Все-таки какие-то сдвиги есть Я непрерывно молюсь только об одном Об изгнании демона лжи Самое опасное не в этом деле Допустив вот такую ложь Что Земля не шар Что она шар в шестом веке До Рождества Христова Понимает Там в России медиаланские Писали об этом И уже понимали люди все Дело в том, что ложь А на ложь тебя будет тянуть И в интернете только будешь искать Подтверждение этой лжи Если пьяница Он только пьяница ищет Блудник только с блудницами Ну не пойдет же он В монастыре искать блудницу Тут так понятно Вот это понятие Если у человека есть Все Можно Ну Буквально гарантировать Что демон будет изгнан По стому молитвы Дальше просить других И все выйдет А он на чем-то цепляет Это целая цепь идет Теперь надо доказывать одно Доказывать другое Ученые неправильно В космос не летали На Луне не были Это целая цепь идет Все ученые масоны Все это придумали Масоны шестерка Я уже смотрю Просто есть эффект Буквально наполнен этим Так нужно отрезать А отрезать как? Допустим человек обратился А у него были блудницы И он сразу приходит Ко мне на занятие Так а как вы Благословите меня Пойти им засвидетельствовать Кому? Блудницам А написано Бегайте благодетяния Ты знаешь где нежу знать Даже по той улице не ходи Из этого города уехать И как говорят святые отцы А ты шаришься наоборот Ищешь я найти эту Блевотину сатанинскую Так где это было? Где искали? Специально для этого Просьба Компьютеры свои не засоряйте Компьютеры будут разрушены Разрушены не моей силой У меня есть люди Которые пытались что-то говорить Буквально несколько слов Я посчитал там Слово два-три Были сказаны против Сгорело Что сгорело не знают Опытные программисты Государственные Смотрят Ничего не могут сделать Компьютер долой Вообще ничего нельзя сделать Притом это не единожды Как только ложь проникла Ложь все испепеляет Почему? Там сатана переворачивает Просьба На которых это все разыскивать С каким компьютером Больше не прикасайтесь Просто я прошу Прошу Тем более если как-то Какое-то я имею к этому отношение Считайте Открывайте по интернету Яна Златоуста На наш сайт заходите Считайте Слушайте Записывайте Когда я разговариваю с такими людьми Я всегда говорю Ты найди этот материал Посмотри Что говорит Библия Запиши Я не знаю Не записывать ничего Совершенно Почему? Я говорю Даже уходят Я говорю Води я запомню Да не запомнишь К нам приезжал Быков писатель Писатель Не просто как-то Дмитрий Львович Он политический обозреватель В газете Известия Ничего не записывал Я ему говорю Почему ты не записываешь Потеряевки был Я так помню Не знаю Сам такой вот Большой Вперед почему-то Ну и дальше написал Статью в собеседнике Переврал все Переврал И я ему пишу Уже не отвечает никак И видно Что он делал это Не со зла По привычке Надо записывать Записал Посмотрел Повторение Мать учения Возьми тебе говорят Ладно я допущу И помолюсь И дальше как-то Что-то будет Вот и дальше уже Самому можно открыть И посмотреть Слово горизонт Я уже не буду Больше трогать Но раз на меня вышли Меня толкнули Я стараюсь объяснить Ну и вот Наш сайт И мы разбираем Церковь Папка Здесь 55 папок 4124 ответа моих Которые давали в университетах По радио В боинских частях Дальше Вот теперь Я Ctrl-A Ctrl-S Копирую Копирую Это надо убрать Она мне мешает Нахожу в Word Разворачиваю страницу Ctrl-V Вставляю Ctrl-A Активирую Перевожу в номер 20 Чтобы считать можно было Все Скопировали Вопрос 4033 30-й том открытый окон Кто не пошел за обновленцами Как долго они продержались Кто был у них главный И что у них И от них ныне осталось Ответ Это спрашивает человек Он знает Обновленцы Это в первые годы советской власти Они пошли на полное объединение С безбожниками И патриарха Тихона Уже не считать И стенот весь не считать Что это от верующих Но они все стали делать Вот алтарь вытащили Это престол вытащили К народу На русском языке Я многое принимаю Я хочу чтобы это Но тут пошло другое уже Обязательно чтобы епископы были женаты Неженатых уже и не допускать С чего ради Но которые уже были Тогда ладно было Ну то есть они начали уже Такое делать Что тут не то что соглашаются А надо шарахнуться от них Я отвечаю на это Все эти вопросы не евангельские А потому и ответ даю Согласно данных Что осталось Известным Но даже и не пошедшие За советскими попами Так и давили Все на богослужение Причащение Не додумались Начать По деяниям апостолов Да Не додумались они Кавычки открыты Святой патриарх Тихон За свою краткую деятельность Первосвятителя Российско-Православной Церкви С 18 по 25 годы Вел корабль церковный По бурному морю Страшных событий Необычайно мудро Для облегчения Невероятных страданий Духовенствия мирян Гонимых безбожной властью Он шел На целый ряд уступок И компромиссов Советская власть Не удовлетворялась Этими уступками И требовала Духовного поравощения Церкви Государству Тогда святой патриарх Прекратил всякие уступки За что и был арестован А затем Скоропостижно скончался По-видимому Отравленный В 25 году Перед самым Кажется на Благовещении Я думаю Расстреляли его Нет 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 Не расстреляли А кого расстреляли Зуб болел Зуб Ничего не болело Только зуб Что-то посмотрели Готово дело Умер Ладно После смерти Святого патриарха Интересно Вот умер И как раз Вот в этот день В Барнауле Тут один Покровский собор Только работал И прямо рядом Тут Серафима Савельевна Жила после Жили монашки Кажется Семь монашек жили И кто шел мимо Слышали Как что-то кричали Послали своих людей Всех задушили Всех И поэтому хоронили Как раз На кладбище Впереди шел Тогда епископ был Хоронили Всех задушили И все Все После смерти Святого патриарха Остались Силью Три его Замечательных Распоряжения Которые Легли В основу Истинного пути Русско-православной церкви Первое То что сейчас будем считать Это очень редкие документы Такие Первое Касалось Сущности Советской власти Которую Святой патриарх Тихон Квалифицировал Как власть Антихристову А поэтому Подлежащую Анафима Слованию Советская власть Была проклята Святым патриархом Второе Власть не люди А сама власть Но люди Естественно Они во власти Второе Распоряжение Это предсмертный Призыв Ко всем Православным Русским Людям в России Кавычки Открыты Завоз Возлюбленные Чадо Православной Церкви Завоз С собой Настрадания Как сильно Чудо Третье Распоряжение Касалось Всех Русских Православных Людей В России Не по всему Миру Сущих В специальном указе 7 и 20 ноября 2020 года За номером 362 Предлагалось Всем Православным Людям За границами СССР Объединиться И создать Высший Церковный Административный Центр Под управлением Этого центра Всем Россия Несущим Православным Русским Людям Предлагалось Жить Обособленно От российской Матери Церкви До тех пор Пока не установится В ней Свобода И порядок Вот это Означает Каждая Епархия Могла действовать Самостоятельно Без общения С патриархом Его и нет Он арестованный Был Я всегда был За это Вот это Папа Все это Власть Властолюбие Нахони Все Бог отнял Все Не хотели Сами Добровольно Коммунисты Помогали Они помогали Согласно Этому указу И создалась Зарубежная Русская Православная Церковь Под высшим Руководством Русского Заграничного Собора И Синода Представителем Которого После смерти Митрополита Антония Храповицкого Вплоть до Настоящего Времени Является Митрополит Анастасий Грибановский Эта церковь Единственная Мистически И канонически И исторически Истинная Православная Русская Церковь За границами СССР Враг Рода Человеческого Великий Клеветник Лжец И Человек Убийца Дьявол Враг Великий Клеветник Лжец И Человек Убийца Вот это Его специальности Главные Дьявол Дьявол После смерти Святого Патераха Тихона Обрушился Всеми силами На Православную Русскую Церковь Желая Ее уничтожить Или поработить Ну его видели хоть кто-то Никто не видел Но это и так понятно От него Не надо этим упрекать У вас везде Дьявол Да дьявол Ну так написано За пределами СССР Начались Не строения Разделения Расколы Но верная Заветам И повелениям Святого Патераха Тихона Русская Зарубежная Церковь Под руководством Русского Архиерейского Синода За границей Осталась Непорочной Христовой Невестой А потому Согласно Неложному Обещанию Самого Спасителя И неодолимой Самим Адом Если Жизнь За границей Русской Церкви Была обильно Тяжелыми Драматическими Событиями То жизнь Российской Православной Церкви В СССР Оказалась Воистину Трагедией После смерти Святого Патриарха Тихона Местоблестителем Патриаршего Престола Стал Митрополит Петр Крутицкий Он оказался Непоколебимым Камнем И бесстрашным Мучеником За чистоту Никакие соблазны Никакие угрозы Никакие пытки И истязания Не смогли поколебать Великомученика Первосвятителя Российской Православной Церкви Имя его Навсегда Войдет В историю Русской Церкви Наряду с именами Митрополита Филиппа И Патриарха Гермогена Арестованный Сосланный Запытанный Невероятными Пытками И замученный До смерти Митрополит Петр Остался Непоколебимым И не дописал Декларации Которые требовала От него Советская власть Его последним Повелением Было Указание Чтобы его имя Как символ Единства Русской Церкви Продолжало Возноситься За литургией Во всем Православном мире Несмотря даже На слухи О его смерти До тех пор Пока смерть Его не будет Вполне точно Установлена Смотрите об этом Свидетельство Епископа Дамаскина Викария Черниговского После ареста С местоблестителя Заместителя Местоблестителя Патриаршего престола Стал митрополит Сергий Нижегородский Его никто не ставил Сергий Нижегородский А Патриарх Тихон Знал что арестует И выбрали И рукоположили Там как сделали Назначили Трех заместителей Почему-то Иные говорят Четырех даже Ну все они были арестованы Один у нас Вверху есть Иосиф Петроградский Там Агафангел Дальше Так В 1921 году Митрополит Сергий Изменил заветом Святого Патриарха Тихона И митрополита Петра И выпустил Свою знаменитую Декларацию В которой призывал Православных людей Радоваться Радостям Богоборческой власти И вынести Этой проклятой Антихристовой власти Всенародную Благодарность За внимание К нуждам Православного Населения Большего лицемерия Лжить Придумать Кажется нельзя было И это защищает Вся Патриархия По сегодняшний день Мало того Надумали его канонизировать Ну что Дьявол Все может делать Кроме как Покаяние Так Памятую Невероятные гонения На православную церковь Мученическую смерть Митрополита Вениамина И и же с ним Арест и смерть Патриарха Тихона Ссылку И страдания Митрополита Петра Разрушение храмов Уничтожение монастырей Кощунство над мощами Запрещение Колокольного звона Устройство Комсомольской Пасхи Заточение многих сотен епископов В 27-м году Томилось в концлагерях Свыше 200 епископов Представь сколько было Десятков тысяч Священнослужителей И монашествующих Миллионы верующих христиан Осужденных по церковным делам Истинно православные люди Не смогли принять Декларацию Митрополита Сергия Произошел Церковный раскол 27-го года Во главе Истинно православных людей Оставшихся верными Святому Патероху Тихону Проклявшему советскую власть Извавшему верных Чад православной церкви На мучения И митрополиту Петру Сосланному На страдания за то Что он Не согласился Подписать Той декларации Которую Подписал Митрополит Сергий Стал Петроградский Митрополит Иосиф Приверженцев Митрополита Сергия Стали называть Сергиянами А последователи Митрополита Иосифа Иосифлянами По имени Все сразу Одобрение позиций Митрополита Иосифа Было получено Из-за ссылки От митрополита Петра Куртийского И от митрополита Кирилла Казанского Сказать-то Там многие так называют Кураец Я ни разу не слышал Что называли отца И который священник Там поняли Сишевский Никогда Но в интернете Везде Лапкинсы Игнатьевсы Это что-то значит Понятно Что люди слушают Они не могут сказать Давайте разберем По порядку Я говорю Крестить надо Полное погружение Что тут я говорю Что говорю такое-то Это ваше учение Это не мое учение Это апостольское Пятьдесятое правило Доказал Кто-то поверил А кто-то ожесточился Писание так говорит И что? Центром истинного православия Двадцать восьмых Двадцать девятых годов Становится В Петрограде Храм воскресения На крови На месте Обиения Императора Александра Второго Настоятелем Этого храма Был метрофорный Протеерей Отец Василий Верюшский Кроме этого В храма В руках Иосифлях Настоятелем Какой-то Что-то сбилось Стрельня Может просто Может быть Настоятель Отец Московской Настоятелем За десять лет Ярославский Политоизолятор Где и погиб Метрополит Иосиф Епископ Сергий Наровский Со множеством Духовенств Мирян Были сосланы В концлагеря Многие Миряне Были арестованы И высланы Только за то Что они Посещали Единственную Иосифлянскую Церковь В лесном В тридцать шестом Году Эта церковь Была тоже Закрыта Еще с Двадцать восьмого Года Начались В Петрограде Отдельные Тайные Богослужения По домам После тридцатого Года Количество Тайных Богослужений Значительно Увеличилось А с С тридцать седьмого Года Можно считать Катакомбную Православную Церковь Вполне Оформленной В остальной России Особенно в Сибири Катакомбные Церкви Создались Несколько Раньше В Москве Катакомбных Богослужений Было Недостаточно И многие Москвичи Окормлялись В Петрограде Никакого Административного Центра И управления Катакомбными Церквами Не было Ох Вот это Очень важно А когда Люди Другие Да они не понимают Даже Не было Центра Никакого Вот тогда Свобода была Духовными Руководителями Считались Митрополит Кирилл И митрополит Иосиф Главой Церкви Признавался Законный Местоблеститель Патриаршего Престола Митрополит Петр Крутицкий А после Его смерти Митрополит Иосиф В 29-30-х Годах В Соловецком Концлагере Где оказались Вместе Несколько Иосифлянских Епископов Максим Серпуховский Виктор Викарий Вятский Иларион Викарий Смоленский И Нектарий Тридзвинский Были тайные Хиротонии Появились Тайные Епископы И огромное Количество Тайных Священников Вот говорят Откуда Вы 200 Взяли Епископов Сколько Расстреляли Так их Рукополагали Тайно Профессор Иван Андреев И дальше Я как всегда Пишу Из священного Писания Чтобы подтвердить То что Сказано Или как-то Высветить Деяние 8.4 Между тем Рассеившиеся Ходили И благовествовали Слово Первое Солоникийцам 2.2 Но прежде Пострадав И быв Поруганы Филиппах Как вы знаете Мы дерзнули В Боге Нашим Проповедовать Вам благовестие Божие С великим Подвигом Их арестовали Сажали Они проповедовали Деяние 11.19 Между тем Рассеившиеся Отгонения Бывшего Апостоля Стефана Прошли Икии Икипра И Антиохии Никому не проповедуют Слово Кроме иудеев Не завидуйте Старинным Меценатам Их светлой памяти Оставшиеся Потомкам Кормили Нищих Вовсе Не по блату Их кошелек Был безразмерно Емким И если Слышишь Стоны Голодранцев Промокших Без одежды И жилья Ты можешь К ним Таинственно Пробраться Стать Той вдовой Кормился Где Илья Пророк Нуждался В крови И в лепешки Земля пылала Пастбища Сгорали Он У вдовы Сынка Ее тетешкал И на три года Горсть муки И скатки Кому помочь Не мне А я Кому Блажение давать Чем принимать Пройдет вся жизнь В конце Ее пойму Понять поможет Царь Лагерь И тюрьма В нужде И тягости Зажатому В тиски Обобранному Властью Ворами Дыхание Сперло Кратера Достиг Полу Обгоревший Докосней Отравлен Полу Обгоревший Докосней Написано Нужда Докосней Написано Нужду других Отчание И смерть Во имя Бога Отогнать Пытался Не от своих Болящих Раздражаться Впредь Петлей Для многих Стал Масонский Галстук Что посылал Господь Чили своих Одежду Еду Бумагу Ручки Все раздавал Смирялся Подлый Псих Слова Евангельские Наизусть Он учит Быть Меценатом Спонсором В нужде Так Нелегко Нелегче Чем на воле Твой бег Не кончился Хотя Пришлось Сидеть Ведь Здесь Нужды Не перечислить Сколько Кто щедро сеет С полнотой Пожнет Благодеяние Рядом И за гробом Грехи твои Сотрутся Сгниет Гнет Стать благодетелем Не поздно Ты попробуй Ты попробуй Такое стихотворение Так О чем здесь Речь идет Вы не закрывайте Я не могу Даже Формулировать Что там За вопрос был А? Я не помню Закрываю я Я говорю Не закрывайте Почему? Прочитаем вопрос Сначала Так Я не знаю Декларация Сергия Так Серков Декларация Сергия Ты запоминай Только сейчас Считали Сергия Так Теперь мы Снова заходим Возвращаемся Назад И открываем Новое Control A Control S Я говорю Для того Чтобы некоторые Знали Стране Субборда Control V Вставляем Активируем Увеличиваем Шрифт Удобно До 20 И Забегунок Протягиваем До 1 Все Поехали Вопрос Вопрос 4040 30 Обновленчество Не в служении В настоящее В настоящее время В нашей жизни Есть явления Удивительные И как будто Необъяснимые Только благодаря тому Что мы Как сказал поэт В кавычках Открытых Добру И злу Постыдно Равнодушны Эти явления Не волнуют нас К таким загадочным Явлениям Требующим Особо В нашего Внимания Нужно Отнести Совершенное Исчезновение В начале 44 Года С лица Земли Русской Так называемого Обновленческого Раскола Причинившего Русской Православной Церкви Множество Зла Еще только Вчера Обновленцев Можно было Встретить Везде Еще только Вчера Они Гордо Размахивали Государственным Мечом Уничтожая Им Всех Своих Противников А уже Сегодня Явилась Нам Другая Картина Обновленцев Никакой Возможности Хоть Шаром Покати Даже Для музея Ни одного Не осталось Какая Идея Исчезла Так Быстро И мгновенно Так Бесславно И бесследно Какая Еще Идея Такая Никогда Так И не Было А тут Случилось Уже По одному Этому Явлению Можно Судить О крепости И силе Обновленческих Веры И упования Сразу Они Вымерлить Не могли Но Куда Они Скрылись Теперь Какого батюшку Не спросить Все Православными Себя Называют И от Обновленчества Яростно Отлюплевываются Но Правду Нужно Сказать Что В настоящее Время На свободе Существует И открыто С вами Могут Разговаривать Только Такие Пастыри Каких Окормляет Московская Патриархия И именующий Себя Патриархом Всея Руси В кавычках Алексей Семанский Семанский Это Алексей Первый Это Это не мои слова Это не я Пишу Но я Полностью Согласен Других Священнослужителей Мы не найдем На вольном Российском Воздухе Кто-то Сразу Из разных Толков Составил Единое Монолитное Общество Клириков Не подверженное Каким-либо Еретическим Прирожениям Вот эти Клирики И приходят В неприцунный Гнев И раздражение Когда Собеседники Подвергают Их Ультраправославие В кавычках Хоть Некоторому Сомнению Попутно Мы здесь Встречаемся Еще с одним Явлением Весьма чудесного Характера У московской Патриархии Теперь как будто Бы нет Оппозиционеров То есть Таких Православно Верующих Которые Сомневались бы В православии Той самой Патриархии И не подчинялись бы Ей Церковно-канонически Канонически Вот прямо Вот это Незаглатное Кончание Давай Деятель Из-за правил Московской Патриархии Везде громогласно Кричат о том Что все Вчерашние Их Враги Супостаты Покорились им И отдали им Свои души Повиновения И в самом деле Мы напрасно Будем искать На Руси Открытый храм Где служили бы Не представители Московской Патриархии Присмотрим Присмотрим Вчерашние присяжные Обновленцы И даже не знаешь Кого там больше То ли вчерашних Идейных Обновленцев То ли Так называемых Православных Сергиан Умеющих И невинность Облисти И капитал Приобрести Вот как И кажется Никогда не найдется Такого Ученого Богослова Который Был мог Московской Патриархии Различить Бывших Обновленческих Деятелей А деятелей Сергианских Уже задолго До слияния Обновленчества С сергианством Вера народа Русского Заметила Что разницы В жизни И служении Богу Протеереев Как обновленческих Так и подчиненных Митрополиту Сергию Никакой нет И вот Если мы Еще внимательнее Присмотримся К духовенству Московской Патриархии То еще грустнее Будет На сердцах наших Тогда мы увидим Там не только Множество Знакомых Нам обновленческих Лиц Знакомых Как предателей И погубителей Верных Сынов церковных И многих Добрых Пастырей Но мы Увидим Московской Патриархии И дела Обновленческие Практику Методику Обновленческую О, как нам Эта практика И методика Известна Вот мы Где-то Проповедуем Я прямо Буду называть Селок Ребриха Ну 20 тысяч Человек Мы договорились Заранее Пришли к священнику Благословились Отец Олег Все надо Больше ничего не надо Выполнили Раскрыли Объявление Что будет встреча С народом Будем в каждый дом Приносить Евангелие Раздавать Приезжаем Ничего этого нету Он уже Как враг Объявляет Нас свидетели Иеговы Ну ладно Там оказался Журналист Один Тоже связали С Барнаулом Донетгород Православная И тут же Сразу Милиция вызывает Но и милиция Ну Экипаж приехал И все это заснято У нас Они дали Стояли Даже не подошли Милиция На уровне Ну полиция Теперь называется И он Ходит Рыскает Ну каким путем Да сам не вылез еще Там старость Состоит материться Ничего не сделаешь Это подлинный Лиг патриархии Я уже Дальше В Корабейниковском Также майора вызвали Поехали мы В Павловск Тут Павловск 50 тысяч человек Точно так же Милиционер тут бегает Спрашивает А что делать Проверили Документы у них есть А вот Батька повернулся С чемоданчиком своим В храм Там новые строят А милиционер идет Говорит Ну а я что сделаю Это у них все законно И мы на улице Людей собрали И им говорим о Христе Его как кто Жигалом жжет Говорит По мягкому месту Я уже не раз Писал тебе И объяснял Дорогой мой Что вся сущность Обновленчества От 1922 года Лежит в его Беспринципности Духовной В его самом Низком Аппортунизме Его Бездуховности Обновленцев Не может быть Христианского подвига И внутренней Свободы веры Все Книгу правил Выбросили Все Экономия И экономия Никаких эпитемий Ничего нету Чаще исповедуется Причищается Вот на этом Только все и стоит Нашему Мысленному Взору Видится страшная картина Мы видим Обновленцев Не в должности Слуг Христовых А в качестве Послушного И раболепного Орудия Дьявольска Придуманного им Для борьбы с действительностью Мы отдельно Собирались При советской власти Молиться Где Отдельно Ходили в храм Еще дома молились И занимались Словом Божиим Настоятель Войтович Отец Николай Павлович Тут же Настоятель благочинный Тут же все списки Передал А те по спискам Да-то аресты были Меня сразу забрали И прочее И ничего нету Только что собирались К нам заслали Человека один Саша Кочетков И он потом Заболел И мне звонит Простите меня Я умираю Я против вас Я ходил Я докладывал Я ничего не пойму Кому докладывал Александр Ну в КГБ Меня же вызывали Я к вам-то пришел Как верующий Так ты не верующий был Совсем Ну как бы верующий был Но я им все это Писать должен был Ну и что ты мог написать Ну что у вас живет Сестра ваша родная Татьяна Так ну им это нужно КГБ Ну живет она И что Ну на аппаратурном заводе Работает А больше чего написал Ну и что Библию считаете А еще что писал Да ничего Да я говорю Помирай спокойно Помирай А он пьяница От пьянки бедна уже Пожалуйста Осознаются Мы на вас И то другое Это не имеет Как говорится пословица Наплевать да забыть За нами ничего не было Не было обвинений Никакого Кроме того Что я еще Архипелагу Начитал Стихотворение Там о Ленине Стоит в свой рот Ощерев По мету птиц Подставил голый череп Возь атеистов Сон мещают Следовательно Писать памятники Нужен мы чаще Это здорово Считаем Ну что я здесь говорю Об обновленцах То же самое Необходимо сказать И о так называемых Сергианах То есть тех Которые подчинились Сергию Которые в обновленцах Не были Только Разница то Что у тех на русском У этих То есть это обновленческая Церковь Сегодня Со старым обрядом Вот и все Рассеянные сквозь Тончайшее сито Всем известных органов Оставленные для служения В открытых храмах Клирики Московской патриархии Уже давно имеют Те признаки Обновленчества О которых я упоминал выше И вот Осипов Профессор Да он такой Бритый в галстуке В советское время К семинарии близко Не подпускали верующих А он профессор Ну что тут Непонятно Так какая у него Кличка была Когда он может быть Масону вступил Сколько он перепортил И на него ссылается Сегодня Он сказал Прелукавивший может Человек А вы сами смотрите Зачем он галстук носит 80 лет И все еще Скоблица Сидит под папу римского Давно уже католичная Некоторые говорят Что в московской Патриархии Есть каноническое управление Русской православной церкви В особенности Слухи об этом Пошли после того Как был сотряпан В 45 году Собор церковный Но о каноничности Этого собора Я уже писал тебе Во втором своем письме А когда говорят О каноничности Московской патриархии То мне в то время Хочется сказать Несколько слов О ее догматичности То есть О хранении ею догматов Святой православной Нашей веры Могут ли предатели И творители Иудиного греха Быть честными Хранителями этих догматов Могут ли люди Хотя и облеченные Может облаченные Обсвященные ризы Но в карманах Имеющие партийные Безбожные членские билеты Быть исповедниками Догматов православной веры Священник пьяный Упал На кладбище Отпевал А у него Кто-то там подошел Вытащили партийный билет И вот так рядом И фотографирует Я не мог отрицать Я говорю А кто это сделал Ну это не важно Я мог бы сегодня назвать Кто это сделал Это не наши сделали люди Ну еще доказывают Так документ Его партийный билет Фотография Его лицо рядом Прям тут же на могиле Пьяный лежит Отпевал Ну отпевал Допевал Могут ли быть верными Христу И его божественным повелением Те которые дали Клятвенные обещания Служить врагам его И раболепно Исполняет их Какое общение Праведности с беззаконием Что общего У света с тьмою Какое согласие Между Христом И Велиаром Или какое соучастие Верного с неверным 2 Коринфянам 6.14.15 Но если мы не имеем Даже самой малой Уверенности в том Что Московская Патриархия Стоит на страже Догматов нашей веры То к чему тогда Исследование О каноничности Или неканоничности Я не говорю О благодатности О неканоничности Еще говоря Что Московская Патриархия Отличается От обновленцев Тем Что не вела Как обновленцы Белого епископата А также Второбрачие И многобрачие Духовенства Но это не совсем так Я сам могу Свидетельствовать Как беспристрастный Наблюдатель жизни Сергеянского Духовенства Что оно нравственно Разложилось так же Как и обновленческие Клирики Нужно сказать Что Сергеянство Нужно знать Нужно знать Что Сергеянство Это второе Издание Обновленчества Когда русский народ С возмущением И брезгливостью Весь отошел От обновленцев То организаторам Его необходимо Было заменить их Чем-нибудь Более прилично То есть коммунистам Организаторы Поэтому появилось Сергеянство В той редакции Какой мы его наблюдаем Спрашивают А зачем оно то нужно было Развозить Заразу коммунизма По всему миру Главное А остальное Что не спасается Это нет Цель Какая была у коммунистов Его редакторы Решили Что такие Безнравственные Вопросы Как второбрачие Духовенство И тому подобное Не следует Разбирать на соборах На собраниях И пугать Ими православный народ Эти редакторы Люди хитрые И умные Решили таких Вопросов Возмущающих народ Церковный По книгам Не проводить И на перекрестках О них не шуметь Они прекрасно знали Что фактически И тихо Без криков Эти вопросы Уже давно Приведены в жизнь Оставшегося На свободе Сергианского Духовенства Мне самому Пришлось Читать письмо Присланное Митрополиту Сергию Одним Провинциальным Протеиреем Сей пастор Писал Что он овдовел И решил Блудом не заниматься Поэтому он Сам себе Повенчал Со своей Кухаркой Митрополита Он просил Благословить его На дальнейшее Служение Патерском сане Как же это случилось Что под вывеской Московской Патриархии Начали свою деятельность Обновленческие Первые Иерархи И Обновленческий Синод Внутреннее Перерождение Сергианства Бобновленчества Произошло давно А внешне Это случилось так В 1943 году В конце 1943 года В начале 1944 года Обновленцы Сякого ранга И чина Почуя из себя В душе Внезапно Привели в покаяние Лавины Стремились В московскую Патриархию Переносить Исповеди Своих Грехопадений Это вас смеется Там они Сотворили Перед такими же Клириками Как и они Сами Призрачность Покаяния Там они были Приняты С восторгами И объятиями Конечно искусственными Оттуда они Возвратились На прежние Свои должности С мандатами Московской Патриархии И начали Всех убеждать В своем Архиправославии Теперь они Уже были Не презренными Раскольниками От которых Все отращались А служителями Московской Патриархии Сущность которой Еще многие Верующие Не уяснили себе Всего труднее Объяснить Внезапное Поголовное Покаяние Обновленцев Перед Московской Патриархии Позыв К такому покаянию Сразу объел Всех Живоцерковников От последнего Дьякона До первого Иерарха Виталия Каялись все Сразу А не пожелавший Каяться Известный Александр Веденский Кстати И своевременно Скончался Объяснить Это выявление Можно Только зная Происхождение Обновленческого Провероисповедания Виталия Это как раз Он и Александр Веденский Очень умный Был человек Ну а потом Стал Митрополитом Первым Иерархом У них Дальше Оно не мудро И не глубоко И часто выражается В двух словах Что прикажете Враг Ведущий Церковью Христовой Ожесточенную Борьбу По каким-то Обстоятельствам Вновь изменил Свою стратегию И метод Этой борьбы В теперешних Планах Врагов Церковных Обновленцы Будут использованы Уже Не в качестве Церковных Революционеров А как самые Строгие Православные Священнослужители Отрастившие Себе бороды И совершающие Стройные Чина Последования Ведь Чтобы по приказу Каяться Нужно совершенно Вырвать из души Всякого рода Убеждения Верования Это могут делать Такие только люди Которых совесть Сожжена Или очень покладиста Такое явление Как безудержное Мгновенное Поголовное Покаяние Перед Своим Вчерашними Самыми лютыми Врагами И дает нам Право утверждать Что в лице Обновленчества Мы не встречаемся С заблуждениями Церковно-канонического И нравственного характера Мы видим Ясно Что обновленчество Было весьма грубой Подделкой церковности Церковности Грубость этой подделки И погубила их Но сами обновленцы Все же были Цены Для демонских Замыслов Цены Ну цены Цены Для демонских Замыслов Поэтому они были И направлены Как теперь выражаются На другую работу Демонских А нигде демонов нету Ну понятно Что все же делали Стоять демонов Как это не понимать Что такую беду Делали Сами по себе Кто-то же руководил Ими Не только коммунисты Дальше Но мы православные Должны распознать Их маски И личины Должны Потому что подделки Церковный враг Производит Все более хитрые И тонкие Желаю ловить Ими даже И избранных Опять же Враг Какой церковный враг Сатана Дьявол Через коммунистов Мы должны знать Что обновленцы Как угодно Могут менять Свой внешний вид Они вообще Как их Козяева демоны Очень любят Маскарад Прикажут Свыше таким Кавычках Священнослужителям Обриться И остричься Будут сразу Все стриженные Прикажут Им свыше бороды Отрастить Сразу появятся бороды Прикажут Как теперь Приказывают им Иконописный Благобразный вид Принять Будут стараться Исполнить приказ Прикажут В союз Воинствующих Безбожников Писаться Немедленно Впишутся Ныне Они за теорию Дарвина О происхождении Человека А завтра Могут выступить Против нее Если конечно Прикажут Ныне Они все В своих речах Понозят монашество А завтра Постригаются В монахе Чтобы послезавтра Надеть на себя Архиерейские ризы Для чего Архиереями стать Но Сущность Таких церковных Деятелей Всегда одна Они верны Не Христу И Его вечной Правде Но тому Кто может Им дать Возможность Жить вольно И широко И в свое удовольствие В 22 году Это обновленчество С помощью врагов Церкви Захватило В свои руки Управление Церковью Сначала В нем Были люди Разных Душевных Устройств Одним Обновленцы Похвалялись Своей Идейностью И горячим Желанием Обновить Церковь Через Справедливость Социальной Революции Белый Епископат Пресвитерианское Управление Общая Касса Доходности Т.п. Другие Искусно И неискусно Притворялись Обновленцами Ради выгод И сохранения Благополучия Они не хотели Пострадать И в то же время Хотели почитаться Людьми Божьими И славились Своим искусством Из воды Выходить сухими Третьи Своим Обновленчеством Старались Прикрыть Свои Старые Политические Грехи А четвертые Шли Обновленчества Только потому Что там Все прощалось И в особенности Прощалось Всякое Беззранственное Жительство Потом Последствии Все эти Группы Обновленчествующих Объединила Бесприкословное Послушание Врагам Христом И полнейшая Бесприсыпность В убеждениях И святейший Патриарх Тихон Писал В одном Из своих Посланий Направленных Против Обновленческого Раскола Что у них Обновленцев Никогда не может быть Церковного подвига Потому что у них Не могут существовать И появляться Мученики Преподобные Исповедники И другие Рыбы Божьи Отдавшие только Господу Все свое сердце И всю свою жизнь У обновленцев Нет мистики И самое главное Нет у них Наравственного Критерия То есть Внимание Голосу Совести Совести Четко произноси Может ты скажешь Зачем нам Подробно исследовать Обновленчество Когда оно уже Приказало Долгожить Так теперь я Провожу так Чтобы просчитать могли Тормозну Потому что Это очень большой Но очень ценный Материал Вот так Затормозите И просчитайте Мы уже довольно Прочитали Как они маскируются Какие они есть Я на практике Это все Испытал от них И скажу Что так Оно и есть Считайте Это не мои слова Это я взял Из документов Не знаю документы Проверять Не проверял Ну тут все Сходится И дату Указывает И людей Эти вопросы Ибо На гибель Как чешуя Бог дивно Не крестят Не крестит погружением Ленивец Паразит И потому Осмоковница Лишь в рисах Листьях Дымит Чадит Из храма Ядущий Семиам Темнее пыли На пути К дамаскам Монашество Спроспало И там Теперь Ислам В лжаверии Традиции Под благовидной Маской Вот это все Теперь Запишите Церковь Обновленчество На этом все Покажи Там На нашей книге Еще раз Наведи Все понятно Первые слова Благодарю Благодарю